ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ Сегодня у удивительного, даже уникального человека. Таких в стране по пальцам пересчитать можно. Анвар – машинист паровоза. Работать на железной дороге – это у них семейные. У меня отец с машинистом работает. И я как-то по стопам, можно сказать, пошел по ее. Но здесь на дороге работаю не так много. Пять лет машинистом тепловоза работаю. Один год и получается, вот, отучился на машиниста паровоза. Год отработал на тепловозе, а потом сам вызвался отучиться на машиниста паровоза. Учился в Саратове. Туда приезжали машинисты со всей страны. Не все же машинисты тепловозы работают на машинистные паровозы. У нас получается колонна такая особенная. Вот у нас буквально 20 машинистов паровоза. А это по первой сконке? По первой сконке. Вообще, в принципе, в Саратовской железной дороге, в Екатеринбурге мало машинистов паровоза. В основном у нас, в Тюрьме. У них даже паровоза нет, они к нам приезжают. Ну и работа, конечно, непростая. Физически, конечно, тяжело. Вредно, тяжело, опасно. Вы только представьте, 27 кубометров воды и 18 тонн угля, который нужно постоянно закидывать в топку, чтобы машина ехала. Ты постоянно весь в саже и постоянно в жаре. Это сейчас зима и более-менее. А вот когда летом, только представьте. А вот специальной ставки машиниста паровоза нету. И дополнительная вредность не учитывается. Процесс запуска паровоза тоже непрост. Но, как говорит Анвар, не занимает много времени. Нужно сначала поднять давление, следить за уровнем воды в баке. Часа 4 можно поставить холодный паровоз на пары. Сам паровоз заслуживает тоже отдельного рассказа. Именно этот паровоз, L4372, в принципе, это самые модифицированные паровозы, которые сейчас есть. Они из последних паровозов. Ему уже 66 лет. Ходят, они же в ремонт. Он, наверное, где-то когда-то стоял на постаменте, его восстановили. В Москве, в Тихорецке, есть ремонтный депо, где восстанавливают паровозы. Я там практику проходил в Москве. Вот мы ездили там, получается, паровозы снимаются постаментов, полностью восстанавливают всю технику. Важно, что запчастей на паровозах сейчас нету. Все заново изготавливается силами слесарей. Все сами, можно сказать, ручная работа. Вот сейчас открыты килиндры, для того, чтобы не было гидроудара паровой машины. Сейчас закрыли. То есть фильтрога не надо открывать, потом закрывать. Очень много тонкостей вообще есть для паровоза. В составе экипажа «Анварня-1», «Машинистов-2» и «Кочегар». Нам удалось пообщаться с «Анваром», когда они тянули ретро-поезд. Но когда экскурсий нет, паровоз не простаивает. Работают каждый день. Хозяйственных работ для такой техники достаточно. Есть особенности и в управлении. Здесь, получается, идет постоянно борьба по поддержанию давления, и по... то есть вода постоянно уходит. Он, получается, всегда же тратит пар, то есть тире воду. Вода кипит, превращается в пар, пар уходит. Мощности в этом паровозе не так много, как в современных локомотивах. 2200 лошадиных сил. Но на несколько современных вагонов хватает. В ретро-поезде вообще всего один вагон, так что бежит, не напрягаясь. Скорость небольшая. На участке Пермь первые опальники максимум разогнались до 50 км в час. Да и торопиться особо некуда. Но экскурсия ведь. Конечно, работа тяжелая и грязная. Но, как говорит сам «Анвар», есть в ней что-то особенное. Не каждый может давно ездить. И вообще возможности. Чтобы поближе познакомиться с паровозом, мне даже разрешили залезть в кабину. Ну что, я думаю, что вот так выглядит мечта, наверное, каждого российского, даже советского мальчишки. Сильнее? Ощущения невероятные, этот звук. Я его раньше только по телевизору слышал, как будто мгновенно перенесся в прошлое. Все-таки хорошо, что эти ребята и этот паровоз работают у нас в Перми. Мы можем познакомить своих детей с историей, а это для воспитания очень важно. К слову сказать, из всей всероссийской команды, которая училась на машиниста-паровоза вместе с «Анваром» в Саратове, реально работают только наши ребята. Не знаю, как вы, а я ими горжусь. О большом и профессиональном спорте мы сегодня поговорим с Полиной Коршуновой и Артемом Бегининым, призерами множества российских и международных турниров по танцевальному спорту. Профессионально танцами Артем начал заниматься в 7 лет, Полина в 12. И, конечно, в обоих случаях инициатива заняться именно танцами исходила от мамы. Сейчас ребятам по 18 лет. Полина уже студент высшей школы экономики. Высшая школа экономики, она получается, ну вот мне лично очень нравится, что там можно себя развивать во всех сферах. То есть для танцев это тоже очень полезно. Английский и остальные предметы. Тоже очень полезные. Что у тебя и планы? У меня хочу поступать на психологию спортивную. В паре они работают с марта прошлого года. До этого много лет танцевали с другими партнерами. И, как говорят сами спортсмены, на притирку друг другу понадобилось время. Изначально было сложно. Да, было сложно. Было немного непривычно. Сначала. Но все равно потом привыкли к друг другу. Когда стали много ездить вместе, проводить времени, сблизились. Они оба понимали, что это необходимо для дальнейших высоких результатов. Сработались. Результат не заставил себя ждать. Один москвой международный турнир. Мы там стали... Взрослый, письмо, молодежь категория. Да, два раза первые в двух категориях. Вот, это был наш первый российский турнир. Да. В Москве. Пару годов. Да, причем были очень сильные соперники. Мы не ожидали, что мы станем первыми. Первыми из 120 пар. Далее были еще чемпионаты и первенства. Россия, Германия, Австрия. Каждое соревнование – серьезная подготовка. Пощады нет. Когда у нас серьезный турнир, мы в основном именно гоняемся. То есть уже на технике работать времени нет. Это прогоны, прогоны и прогоны. Мы тренируемся в среднем часа три в день. Ну, так как у меня сейчас подготовка к экзамену идет. Да. Именно вместе тренируемся меньше. А когда у нас сборы, то это прям вот с утра и до 11, до 11.30 ночи прям тренируемся. И, конечно, после такой подготовки особого волнения перед выходом на паркет нет. Ребята в себе уверены. У тебя нет варианта станцевать плохо. Ты выходишь и показываешь свой максимум. Никакой успех не дает права расслабляться. Но работа не прекращается ни на день даже после победы. Всегда, когда мы выходим после награждения, тренер говорит не наши хорошие, так сказать, моменты в танцевании. А всегда сразу начинаем с плохого. И первое место это не показывает наш хороший танец. Нужно идти дальше тренироваться. Конечно, тяжело и физически, и морально. Но без спорта ребята уже не могут. Они просто живут танцами. Помимо нагрузок танцы это удовольствие. Кайф заключается в том, что ты каждый день можешь улучшать себя. То есть у тебя есть какая-то определенная лестница, по которой ты можешь идти к чемпиону мира. Также это турниры, на которые ты ездишь, видишь разные города, страны, знакомишься с танцорами, которые лучше тебя, они тебя в чем-то мотивируют. Также разные тренеры. Когда ты выходишь на турнир, показываешь свой танец, и вот эти вот глаза, которые смотрят на себя, вот эти вот эмоции получаешь от зрителей, я считаю, когда они тебе начинают хлопать, тебя поддерживать, вот тут вот прям будоражит что-то, и прям вот начинаешь дальше, дальше и дальше стремиться ко всему. Как говорят сами спортсмены, этот спорт дал им многое. С самого детства они сами ставят себе цели и достигают их. Ну и, конечно, находятся в отличной физической форме. Так что, родители, когда задумаетесь, куда отдавать ребенка, неважно девочку или мальчика, подумайте о танцевальном спорте. Есть сомнения? Посмотрите на Артема и Полину. Сомнения сразу пропадут. Максим начинающий хоккеист. Тренируется в Губахе. В команде он защитник. В этот спорт он пришел сам, увидел, как играют профессионалы и решил тоже покорять турниры. Мне очень нравится хоккейскетов, и я решила играть из-за этого. Тренировки ему нравятся, уже даже участвовала в соревнованиях, но порой, конечно, бывает непросто. Когда что-то новое изучаешь, очень тяжело. Сегодня Макс со своей командой и другими хоккейными клубами края пришел на матч пермских звезд хоккейного клуба «Молот при Канье». Пришли они заранее, в клубе организовали для них экскурсию. Сначала входная зона, где встречают всех болельщиков. Сегодня день особенный. Гостей встречают победители третьих юношеских олимпийских игр в Швейцарии – Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Сейчас автографы от чемпионов, и сразу все проходят дальше. С олимпийцами ребята встретятся позже. Далее, пожалуй, самый волнительный момент – встретить команду перед выходом на лед и отбить пять. После предматчевых пожеланий начинающие хоккеисты отправились смотреть, где молотобойцы тренируются. Сейчас непосредственно вот у нас разминка на ноги идет у ребят. Да? Видите, как много всяких разных тренажерчиков. Вот. Давайте кружочек сделаем. Среди молодых гостей и сын Ярослава. Тренируются они в Добрянке. Снижка, нападающий на льду уже три года. Заразился он хоккеем, посмотрев сериал «Молодежка». Да, ему очень понравился он. После этого он сказал, что очень хочет встать на коньки. Мы стали ходить просто, чтобы он встал на коньки и стал кататься. Увидел команду нашу Добрянскую и прямо загорелся, сказал, я хочу. Ярослав говорит, что вот такие экскурсии, которые позволяют заглянуть за кулисы большого хоккея, молодым спортсменам только на пользу. Конечно, здорово. Они прямо заряжаются. Мы приезжали в том году также на несколько матчей «Молта». И после таких матчей у них прямо совершенно другой подход. Им сразу надо много, им надо заниматься. Они прямо, ну, загораются ребята очень хорошо, позитивно. Ну, а тренер считает, что воспитанникам хоккейных школ очень важно вживую видеть, как спортсмены готовятся и выступают. Это необходимо для профессионального роста. Ребятам очень интересно будет посмотреть и увидеть мастеров для раскатки и тренажерных залов. Ну, все посмотреть, как это все происходит на самом деле. Для них это опыт, опять же, посмотреть и увидеть. На них и учатся, на мастерах. Ну и, конечно, и родители, и тренеры, и сами воспитанники хотели бы чаще бывать на домашних матчах в «Молотоприкаме». И такая возможность есть. В клубе особое внимание уделяют подрастающему поколению. У нас стала добрая традиция. Мы всегда приглашаем на матчи детей. И вот сегодня были три команды – Добрянка, Губаха, Новые Лиды. То есть команды, которые участвуют в «Золотой шайбе». Мы приглашаем, чтобы приобщить детей хоккея, чтобы они посмотрели что-то про большой хоккей. Ну и по традиции вручаем просто подарки, чтобы им было интересно, чтобы был дальнейший стимул, дальнейшее развитие заниматься именно этим видом спорта. Что интересно, для самих «Молотобойцев» присутствие детей на матче тоже очень важно. Для них это особая ответственность. Они вообще, в принципе, после каждого матча, мы общаемся, разбираем практически каждый матч. И они отдельно говорят, что когда на трибунах есть дети, и когда вот именно для детей они играют, то есть все равно волнительно, все равно приятно. Есть добрая традиция отдавать так называемую «пятюню». То есть это их заряжает дополнительные позитивные эмоции, энергиями. И на какие-то дальнейшие совершения победы команда как-то так попалкивает. Ну а что касается наших олимпийцев, то ребята с ними снова встретились, но увидели их уже на льду. А Полинария и Дмитрий провели символическое вбрасывание. Говорят, что это большая честь для них. Нам никогда не предоставлялась такая возможность. Мы вообще были удивлены, когда нам тренер сказал, что вот нас приглашают и нужно будет вбрасывание сделать. Я, в принципе, знала, что это. Я видела, как Загитова это делала. Это очень почетно. После матча дети ушли счастливыми. Они стали чуточку ближе к профессиональному спорту. А значит, на свою следующую тренировку они выйдут с большим желанием достигать спортивных высот. Сегодня вновь поговорим о нашем здоровье. И будем мы учиться выбирать компрессионный трикотаж и ортопедические стельки. Компрессионный трикотаж – это одно из основных средств профилактики варикозной болезни. Он необходим людям с заболеваниями вен и отеком нижних конечностей. Он позволяет стабилизировать ситуацию и не дает болезни развиться дальше. Компрессионный трикотаж компримирует мышцы голени, сжимает подкожно-жировую клетчатку. В результате мы получаем то, что у ослабленных больных рас, у пациентов с отеками и нарушением лимфатической системы, нарушением венозной системы, мы получаем то, что отеки уменьшаются. Но в выборе компрессионного белья тоже есть нюансы. В первую очередь нужно удостовериться в том, что оно прошло всю необходимую сертификацию. Современные производители перед запуском продукта в серию обязательно его тестируют. Каждая партия компрессионного трикотажа проходит тест Хатра. Определяется уровень распределения давления по ноге максимально на щеколотке, минимально на бедре. Тем самым создается распределенное давление и создается лечебный эффект. Но с давлением тоже нельзя перебарщивать. В профилактических целях носятся чулки и колготки и гольфы только первого и второго класса компрессии. Если у человека отек ног к концу рабочего дня, устают ноги, то тогда лучше, конечно, первый класс компрессии. Если же уже выражены более вены, сосудистые звездочки, то уже рекомендуем второй класс компрессии. Третий класс назначается только врачом. Но, как говорят сами пациенты, помимо лечебного эффекта им важна еще эстетика и комфорт. Современные лечебные чулки внешне практически не отличаются от обычных. Они, во-первых, тонкие, прозрачные, имеют кружевную резинку с силиконовым нанесением, то есть элегантно будет женщина в них выглядеть. Имеют анатомичную форму, то есть колготки чулки в течение дня не будут сползать, спадывать. И также появилась массажная зона на стопе, которая дополнительно улучшает кровообращение ног и тем самым уменьшает усталость ног к вечеру. Что же касается комплексной заботы о ногах, то вместе с компрессионным трикотажем специалисты рекомендуют использовать и ортопедические стельки. Они также могут быть использованы и в качестве профилактического средства, и в качестве лечебного. Стельки – это помощники, это внешний каркас для стопы. Их задача – максимально правильно выставить стопы, поддерживать своды. Соответственно, когда стопа стоит максимально правильно, она максимально правильно и принимает нагрузку, и передает ее на вышележащие отделы, на суставы нижних конечностей и, в конце концов, на позвоночник. Современные лечебные стельки еще и комфортные. Натуральная кожа растительного дубления, тонкая, мягкая. Плюсом туда добавляется активированный уголь, он избавляет от неприятных запахов. Ну и, конечно, есть и зимний вариант стелек. Правда, по самой обуви есть небольшие ограничения. Легко помещаются в модельную обувь закрытого типа с каблуком до 4 см. Такие стельки разгружают и поддерживают продольный и поперечный своды стоп. Соответственно, подходят для людей с продольным и поперечным плоскостопием. Что же касается ухода и за трикотажем, и за стельками, то компрессионный трикотаж стирать можно ежедневно, ручная стирка в прохладной воде без использования отбеливателей и кондиционеров, не сушить на отопительных приборах. Ну а стельки можно протирать влажной губкой и сушить вдали от прямых солнечных лучей. Менять и трикотаж, и стельки желательно каждые полгода. Подводя итог, обращаю внимание на то, что ношение лечебного трикотажа и ортопедических стелек способствуют уменьшению усталости ног и помогают предупредить развитие заболеваний вен. Профилактика заболеваний ног может быть и комфортной, и стильной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова